Здравствуйте! Сегодняшнюю беседу для библейского интернет-портала экзегет.ру мы посвятим одному из, наверное, самых популярных вопросов. Вопрос, который волнует каждого человека. Вопрос о смысле жизни. Что за вопрос скажет православный человек? Безусловно, смысл жизни человека – это стяжание Духа Святаго, это подготовка к обретению Царствия Божия, это спасение души и так далее, и так далее. Но в таком понимании ответа на этот вопрос кроется одна очень серьезная трудность. Если смысл жизни – обретение вечной, бессмертной жизни в Царстве Божием, а Царствие Божие – это духовное Царствие, и жизнь там может быть только духовной, – то при чем здесь тело? Какую роль в природе человека и в его жизни играет жизнь в теле? Не получается ли так, что вся наша жизнь в теле те самые несколько десятков лет, в принципе, являются бессмысленными? В принципе, являются только лишь подготовкой к обретению вечного, божественного, духовного мира. Но если так, тогда возникает еще одна проблема. Проблема сугубо христианская. Ведь мы с вами знаем и веруем в воскресение плоти. Зачем нам будут воскресшие тела? Неужели же мы вновь с вами обретем эти слабые, болезненные, некрасивые, особенно перед смертью, тела? И неужели вечная жизнь наша будет вот таким вот юдолем плача, страданий, телесных неудобств? Ах, как было бы хорошо, наверное, остаться только лишь с одной душой, не испытывать ни болезней, ни силы тяжести, ни усталости, ни голода? Зачем все это человеку? Зачем Бог сотворил человека телесно? Неужели Он не мог сотворить человека только духовно? Конечно же, мог. И мы знаем, что прежде сотворения человека и вообще прежде сотворения материального мира Бог творит духовное существо, ангелы. Правда, не все ангелы остались совершенными. Часть ангелов отпала, образовав темный мир демонов, возглавляемый сатаной. Все это было до сотворения материального мира. Зачем Бог творит материальный мир? Зачем Ему творить людей, которые будут жить, страдая, в голоде, в холоде, в болезнях? Ответ на этот вопрос, который постоянно мучил философов, дает нам Священное Писание. И дает, как бы отвечая на эти самые наши сомнения. В античной философии, начиная еще с Пифагора и Платона, прочно устоялась мысль о том, что тело – это гробница души, это могила души. Философы даже обращали внимание на такую игру слов. Могила – по-гречески «сэма», тело – по-гречески «сома». Не случайно говорили они вот такое созвучие «сэма» – «сома». То есть тело – это могила души. А затем, после смерти, душа освобождается от этой могилы, и начинается ее счастливое, блаженное, бессмертное существование. Вот что пишет апостол Павел, как бы отвечая на эти пифагорейско-платоновские размышления. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией». Понимаете, не могила, не гробница – наше тело, а храм. И поэтому и Бога прославлять надо не только в душах, но и в телах. В этих словах святого апостола Павла заложен огромный смысл. Давайте попытаемся разобраться, почему тела нам так нужны. И почему, если задуматься, не просто нужны, а просто давайте я предлагаю вам простой арифметический подсчет. Человек живет в теле не так долго. Каждому отпущен свой срок, но в целом это несколько десятков лет жизни. И по тому, как человек проведет свою жизнь в теле, он получает или вечное блаженство, или вечное мучение. Понимаете? На одной чаше весов условное 70 лет жизни в теле, а на другой – вечное блаженство или вечное мучение. Оказывается, жизнь в теле играет огромнейшую роль в нашем спасении. Вот ангелы, которые отпали от Бога, они не могут покаяться. Они решили однозначно всю свою последующую участь. Человек же в своей жизни неоднократно может грешить, каяться, опять грешить, опять каяться. Человеку дана такая возможность. Возможность стремиться к Богу. Возможность обрести вечную жизнь. И умершие, которые лишились тела, которые теперь живут только духовно, только душою, но если они при жизни не сподобились благодати Божией, если они при жизни жили грешно и удостоились вечных мук, мы знаем, что они все-таки не вечны. И те люди, которые живут на земле и еще имеют тела, могут по молитвам святым, по молитвам Богородицы, Господу нашему Иисусу Христу, могут исправить их участь. Тело, оказывается, играет огромнейшую роль не только в нашем личном спасении, но и в спасении наших родителей и всех умерших православных христиан. То есть, оказывается, роль тела огромна. Но это показывает только на одно – не только роль тела, а роль вообще материального мира. Почему Бог творит мир материальный? Вот святые отцы церкви отвечают на этот вопрос, можно сказать, так вот схематично. Человек – самое высшее творение. Почему вначале Бог творит ангелов, а затем творит мир материальный, а только потом творит человека? Оказывается, вначале должна быть духовная субстанция, затем должна появиться материальная субстанция, и затем из них, из обеих духовной и материальной субстанции, творится человек. Вершина творения. Человек оказывается выше ангелов. Он совершеннее ангелов. Таково единое учение христианской православной веры. Так учат святые отцы церкви. Но почему? Кажется странным. Ангелы блаженны, ангелы бессмертны, ангелы могущественны, ангелы общаются с Богом, а человек слаб, смертен, страстен, постоянно грешит, Бога не видит, он его отрицает, часто его бытие. И тем не менее, человек выше ангелов. Мы знаем по христианскому учению человек сотворен по образу и подобию Божию. Вот отцы церкви поясняют, по образу человек выше ангелов, а по своему подобию, да, он менее совершенен. Да, ангелы знают больше, у ангелов больше могущества, ангелы столь же бессмертны, как и Бог. Ну, не столь же бессмертны, конечно, они бессмертны не по своей собственной природе, а таковым их сотворил Бог, но все равно они бессмертны, и поэтому по своему подобию они ближе к Богу. Но по образу Божию человек гораздо совершеннее, чем ангелы. Человек свободен. В том, что человек может грешить и каяться, это только кажется нам, что это недостаток. На самом деле, это гораздо большее совершенство. В этом проявляется свобода человека. Человек может оживотворять мертвую материю. Душа, вселяясь в тело, делает тело живым, действующим, двигающимся, мыслящим. Это тоже способность, которая свойственна только человеку. В этом плане. Ну и, конечно же, человек обладает теми способностями, которые есть и у ангелов. Мышлением, духовностью и так далее. Конечно, в гораздо меньшей степени, чем ангелы. Но количество этих свойств в человеке больше, и поэтому по образу человек совершеннее, чем ангелы. Но все-таки зачем человеку тело? Тело, повторяю, страдающее, слабое, смертное. Давайте обратимся опять же к строкам священного писания. И к Евангелиям, и к посланиям апостола Павла. И что мы там увидим? Какую главную заповедь дает Бог человеку? На этот вопрос отвечает нам сам Господь наш Иисус Христос. Возлюби Бога всей душою, всем помышлением своим, и возлюби ближнего своего, как самого себя. В этом весь закон и пророки. И в других местах мы почитаем почти то же самое. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И при этом поясняет апостол Иоанн, любовь к человеку является мерилом, критерием того, а действительно ли любит человек Бога. Если ты говоришь, что Бога, которого не видишь, любишь, а ближнего, которого видишь, не любишь, ты лицемеришь. Вот как оказывается. Недостаточно просто любить Бога, надо любить ближнего. А вообще, что значит любить? Что значит любить Бога и любить ближнего? Могу ли я сказать, вот скажем, такую фразу? Вот спрашивают меня, а что ты любишь? Я говорю, ну я много, что люблю. Я люблю поесть, я люблю поспать, я люблю читать книжки, я люблю свою жену, своих детей, своих студентов, я люблю Бога. Скажут, стоп, 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 подожди, как ты все в одну кучу варишь. И поесть ты любишь, и Бога ты любишь. Неужели это одна и та же категория? Ведь нельзя сказать, что если я люблю поесть, это моя любовь. Нет, я люблю поесть, потому что это мне необходимо для жизни. Без еды я умру. Как умру без сна, умру без воды, умру от холода и так далее. Поэтому я не столько люблю еду, сон и прочее, а это моя физиологическая потребность. Таковой же является любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот ученики спрашивают у Христа, а что значит любить ближнего? Как раз вопрос этот следует после того, когда Господь спрашивает учеников, а помните ли вы, какая главная заповедь? Они отвечают, конечно, помним, возлюби Бога всей душой, всем помышлением своим и возлюби ближнего своего, как самого себя. А вот только нам одно непонятно, а кто такой ближний? И Иисус Христос рассказывает им притчу, знаменитую притчу о милосердном самарянине. Напомню ее. Шел человек. Напали на него разбойники, раздели, избили и оставили возле дороги. Проходил мимо священник, прошел мимо. Левит также прошел мимо. Ехал самарянин. Самарянин, напоминаю, это народность, жившая на севере иудеи, народность, которую сами иудеи, ну, так мягко говоря, не считали своими, потому что вера их была не совсем праведная. Но этот самарянин остановился, увидев этого израненного человека, очистил его от ран, смазал его раны маслом и вином, погрузил на свою повозку, довез до гостиницы. Вместе с хозяином гостиницы он продолжил заботиться о нем, а потом уезжая, оставил хозяину гостиницы немного денег, сказав, что на обратном пути он проверит, и если узнает, что денег было потрачено гораздо больше, он возместит хозяину ущерб. Ученики даже вопрос не задают, а в чем смысл притчи? Сразу понятно, кто ближний, не священник, не левит, которые имели праведную веру, а тот самый самарянин, вера, которая, может быть, не совсем была праведной, но он отнесся к этому израненному, избитому человеку с любовью. Вот он возлюбил ближнего. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, легко любить все человечество. Легче не бывает, а вот труднее всего возлюбить ближнего, то есть того человека, который оказался рядом с тобой. Неважно, родственник это, твой друг, любой человек, который оказался рядом с тобой и нуждается в твоей помощи. Вот это и есть настоящая любовь. Любовь к ближнему, любовь, которая не мечтательна, не созерцательна. Наверняка и священники, и левит проехали, возмутившись, опять разбойники разбушевались, опять по дорогам проехать нельзя. Как же жалко этого бедного человека. Но они не помогли ему. И поэтому их любовь притворная, потому что она недеятельная. А что значит деятельна любовь? Вот как сказал известный советский поэт Степан Щипачев, любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. А что же такое любовь? И опять же ответ мы находим в Священном Писании. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь Вечную. Или нет больше той любви, когда кто душу, то есть жизнь свою, не отдаст за друзей своих. И в том и в другом случае мы встречаем глагол отдал. Любовь не бывает без жертвы. Вот в этой притче о милосердном Самарянине почему мы говорим, что он действительно отнесся к раненому путнику с любовью? А потому что он многое что принес в жертву. Свое время, он задержался, свои деньги, возможно, он запачкался, поднимая из раненого, изваленного в грязи человека. То есть много что он пожертвовал. Имущество, деньги, время. Поэтому любовь настоящая может быть только там, где есть жертва. А какая жертва самая высшая? Когда мы жертвуем своей жизнью полностью, не какой-то денежной единицей, а полностью свою жизнь отдаем, как отдают за нас воины, полицейские, пожарные или просто добрые люди, которые спасают человека, который оказался рядом с ним и нуждаются в его помощи. То есть любовь это всегда жертва. И сейчас мы подходим к этому главному вопросу. Зачем же Бог творит материальный мир? Оказывается, если бы был только мир духовный, то не была бы возможной настоящая любовь. Духовный мир по природе своей бессмертен. Эта очевидная истина была открыта еще в античной философии. Платон еще показал, что душа человека бессмертна, потому что она не материальна. Логика Платона проста, и с ней согласились все последующие религиозные, в том числе и христианские, православные, мыслители, религиозные философы до сегодняшнего дня. Ведь что такое смерть? Смерть – это разрушение, это разделение на части. Смертным бывает то, что имеет протяженность пространства. Любое тело может быть разрушено, в том числе и человеческое тело. Оно занимает какое-то место в пространстве и, к сожалению, смертно, потому что его легко разрушить. Разделить на части. Душа человека бессмертна, потому что она не имеет пространственного протяжения, она не занимает никакое место. Душа духовна, и поэтому ее нельзя разделить на части, и поэтому она бессмертна. Особенно на таком понимании бессмертия души настаивают такие великие православные отцы церкви, как святитель Григорий Низский, Григорий Богослов, Блаженный Августин, преподобный Максим Исповедник и многие-многие другие, а из более близких нам святитель Феофан Затворник и так далее. А если душа бессмертна по самой своей природе, а если духовный мир, в котором душа обитает, также не может делиться на части, то чем душа может пожертвовать? Что она может принести? Вот есть такая замечательная, очень хорошая педагогическая мудрость, которую я сам часто повторяю своим детям и ученикам. Приобретайте духовное. Вот представьте себе, что у вас есть одно яблоко и у меня есть одно яблоко. Мы обменялись яблоками и у меня опять же осталось одно яблоко. А если у меня была одна мысль и у вас была одна мысль, мы обменялись ими и у каждого из нас стало по две мысли. Как замечательно приобретать мысли. Конечно, это замечательно. Я сам люблю читать и всегда всем советую приобретайте знания. Но представим себе другую ситуацию. У меня есть яблоко, а у вас нет. Я сыт, у меня яблоко лежит на столе, а вы голодны. И говорите, дайте мне свое яблоко. Я вижу, вам оно не особенно нужно. Я говорю, нет, яблоко я вам не дам. Я лучше дам вам мысль. Прежде чем куда-нибудь выходить, подумайте и захватите яблоко. Или деньги, на которые могли бы яблоко купить. Понимаете всю софистичность моей, так сказать, любви. Мыслью я с легкостью поделился, она от меня никуда не ушла. А яблоко от меня уйдет, а мне жалко. Что вы обо мне подумаете, я не буду произносить слух, потому что это будет совершенно правильно, хотя и грубовато. Скажете, жмот, жадина, эгоист. Да, эгоист. Именно эгоист, самое правильное понимание, мне жалко поделиться своей какой-то долей имущества, материального имущества, духовного, мне не жалко. Я даю свои советы направо и налево, но денежку в кармане скажу я, я зажму в кулаке, в кармане прочно. Поэтому вот в этом и состоит смысл материального мира, смысл нашего тела. Действительно ли мы проявляем свою любовь к ближнему? Действительно ли мы можем поделиться своим имуществом, своей жизнью, в крайнем случае, доказывая свою любовь? Поэтому для того, чтобы действительно любить, нужно иметь тело. А ведь именно для этого Бог сотворил человека, для вечной жизни. А Бог есть любовь. И поэтому войти в Царствие Божие может только тот, кто может любить. Нет, конечно, человек не может любить. Не может любить так, как любит Бог, как любит Бог человека, не заслуживающего его любви, грешного, вредного, вот такая любовь, любовь к врагам особенно сложна. Хотя Бог и это нам говорит. Друга, ближнего, любить может каждый человек. А вот возлюби врага, это самое сложное. А ведь это тоже необходимо. Потому что, если я не люблю, то я ничто. Как апостол Павел опять же продолжает в первом послании к Коринфянам. Это знаменитый гимн любви. который сводится просто к одной, можно сказать, фразе. Если я могу говорить языками ангельскими и человеческими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал брецающий. Железяка. Понимаете? Если у меня нет любви, я кусок железа. А любить конечно очень сложно. Мы не можем любить. Но Бог от нас ждет хотя бы одного. Хотеть научиться любить. Каяться, ругать себя. Опять пожадничал, опять не помог ближнему. Ну какой же я эгоист, какой же я себя люб. Человек должен хотя бы научиться хотеть любить. И поэтому то, что человек живет не так долго, это может быть даже не то, чтобы наша беда, а наше счастье. Нам Господь дает всего лишь несколько десятков лет для того, чтобы мы попытались по-настоящему любить ближнего. Вот не так, как наши праотцы, жившие по 800, по 900 лет. Смогу ли я жить 900 лет и постоянно заботиться о ближних? Да мне трудно один день прожить настоящей любви. Невозможно даже. А тут 900 лет. Поэтому Господь смилостивился и говорит, хорошо, ладно, ну, 70-80 лет сможете хоть попытаться. Вот за эту попытку, если вы действительно хотите, мы и можем обрести Царствие Божие. Конечно, как мы говорили в одной из наших бесед, не только за нашу попытку, иначе это была бы ересь Пелагия. Безусловно, благодать Божия нам должна в этом помочь, дать нам ту самую любовь, которую мы не можем в себе найти. Да, конечно, должна была быть и победа над смертью, которую осуществил Господь наш Иисус Христос на кресте, но и от нас требуется наше усилие. И опять я предлагаю вернуться к этой замечательной притче о милосердном самарянине. А для того, чтобы осуществить эту нашу любовь, что нам необходимо? Да, мы уже выяснили, необходимо тело. А какое тело? Скажите, пожалуйста, смог ли бы этот самарянин помочь ближнему, если бы он был слабым или больным человеком? Он бы точно так же проехал мимо. Он бы сказал, ну, извини, друг, но я один, у меня сил не хватит, чтобы поднять тебя и погрузить на свою повозку. Я сам болен и нуждаюсь в чьей-то помощи. Отсюда мы делаем вывод. Этот самарянин, наверное, был очень крепким мужчиной, здоровым, который смог один поднять на повозку из раненого человека. То есть, если мы хотим действительно делать добрые дела, мы должны быть здоровыми. Вот как преподобный Максим Исповедник в своей работе «Главы о любви» об этом говорит. «Имеющий тело свое безболезненным и не сластолюбивым, имеет в нем соработника для служения лучшему». Понимаете, работа называется «Глава любви». И в самом начале преподобный Максим указывает, что для того, чтобы по-настоящему любить, надо иметь свое тело безболезненным, то есть здоровым, и не сластолюбивым, то есть неизнеженным. Может быть, этот милосердный самарянин был бы здоровым, но подошел бы в грязи, в крови, извини, не могу. Помог бы он человеку, будучи изнеженным, сластолюбивым? Нет. Вот по преподобному Максиму два необходимых критерия, условия для того, чтобы делать добрые дела, для того, чтобы тело наше служило, как пишет преподобный Максим, лучшему, то есть для добрых дел. Тело должно быть здоровым и неизнеженным. И отсюда странный вывод, странный, я имею в виду, для многих христиан, которые пользуются очень такой опасной логикой. Если, как рассуждают они, главная цель нашей жизни спасение души, то и думать надо только о душе, о теле думать не надо. Наоборот, если я буду думать о теле, то это что означает? Значит, я привязан к телесному больше, чем к духовному? Это же грех, это же ужас. Да, безусловно. И в Евангелии мы читаем, не любите мира и того, что в мире. Но что означает любить в данном случае? Любить, это означает любить больше, иметь привязанность к материальному миру, который уводит нас от мира духовного. Но тело, напоминаю я вам слова преподобного Максима, это орудие, это наша часть нашего естества, посредством которого мы делаем добрые дела, жертвуя нашими вещами или даже самим своим телом. А для того, чтобы делать, тело должно быть хорошим, добрым инструментом. Вот такое презрение к телу и вообще к материальному в церкви самых первых веков было осуждено как ересь, одна из самых опасных ересей, опасных, потому что она кажется очень благочестивой, очень логичной. Ересь, получив название манихейства по имени персидского мудреца Мани, который учил о существовании двух начал в мире доброго и злого. В христианстве эта ересь получила продолжение в виде двух начал доброго, Бога и злого, материя. А в человеке доброе начало воплощается в душе, а злое в теле. И отсюда вывод. Тело нужно всячески показывать его место, морить его голодом, бичевать и всячески показывать, что оно не является не то, что целью моей жизни, а вообще я настолько люблю духовное, что ненавижу все телесное. Но это очень опасная ересь. Опасная, потому что она возникла в самые первые века. Мы читаем слова полемические и у самых ранних отцов, и у более поздних, и у Максима Исповедника, и еще более поздних, у преподобного Иоанна Дамаскина, и в 19-м, и в 20-м веке. Опять же, мы находим элементы этого манихейства в современном православном богословии. Особенно так вот посмотришь на человека, кожа до кости, не мыт, не чесан, грязен, и так и думаешь, а зато он о душе думает. Да нет, думать о душе, как мы читаем в Евангелии, это думать о ближних, о спасении каждого человека, о любви к каждому человеку, а для этого тела наши должны быть храмом. Понимаете, возвращаемся еще раз к этой фразе святого апостола Павла. Тела ваши суть храм, и поэтому прославлять Бога нужно и в душах, и в телах наших. Что значит прославлять Бога в телах? Часто я слышу простой ответ. Да, это крестное знамение, это поклоны, это колено преклоненные молитвы. Безусловно, не буду спорить совершенно. Но что делал Христос, когда Он жил вместе с людьми на земле две тысячи лет назад? Как правило, Он людям давал здоровье? Бог не может дать человеку болезнь, как солнце не может дать миру тьму или холод. Бог есть жизнь, поэтому от Бога могут исходить только лучи жизни. Мы в одной из бесед вспоминали книгу Иова. почему Иов был поражен проказой? Не Бог его поразил, а Бог разрешил сатане поразить его страшной болезнью. Бог это не может сделать. Не потому, что он не всемогущ, наоборот. Бог настолько всемогущ, что он может сдать бессмертие твари, но не смерть. Смерть это следствие греха. Поэтому Христос, придя в мир, исцелял больных, слепых, прокаженных, парализованных, кровоточивых, воскрешал мертвых, сам воскрес после смерти на кресте. От Бога исходит только жизнь. Поэтому и человек должен, стремясь к Богу, должен стремиться к бессмертию разными путями, в том числе и деланием добрых дел. А для этого нужно крепкое, физически здоровое тело. Обращая ваше внимание, совершенно недавно святейший патриарх Кирилл говорил об этом же самом, о важности физкультуры среди даже священников, пропаганды здорового образа жизни среди своих прихожан. Святейший патриарх обратился с этим словом по всей видимости потому, что вот этот вирус манихейства есть и среди современных православных прихожан. Здоровое тело – это хороший инструмент для того, чтобы делать добрые дела. Конечно, это не самоцель. И Евангелие опять же намекает нам, если тело твое искушает тебя, лучше вырви глаз, пусть тело пострадает, а не душа. Но это не должно быть самоцелью. И как вершина такого уважительного – нет, даже не слово я подобрал, не уважительного, а важнейшего отношения к материальному миру, в том числе и к нашему телу, в христианстве является догмат воскресения из мертвых. Понимаете, душа, лишившись тела, учат отцы церкви, она не может ничего делать. После смерти человек не может покаяться, он не может исправиться, у него нет того инструмента, которым душа обладала при жизни. Поэтому после смерти души грешников начинают понимать, что же они натворили. представьте себе это страшное состояние. Ты понимаешь, что ты сделал неправильно и ничего не можешь исправить. Неужели ничего? Неужели Господь настолько жесток, что не оставляет человеку никакой надежды? Конечно же оставляет. Оставляет за теми людьми, которые пока еще живут в теле. И для того, чтобы вот такая участь человека без тела, только в душе, когда нет свободы, когда нет творческой деятельности, не была бесконечной. Бог в конце концов возвращает нам тело. Но тело не больное, не страдающее, не слабое, а то тело, которое обрел Иисус Христос после своего воскресения. Тело бесстрастное, не нуждающееся ни в еде, ни в отдыхе, не подчиняющееся законам тяготения. Вот такое тело будет у праведников после Второго пришествия, после воскресения. И тогда человек вновь обретет способность творить. Он вновь обретет способность делать то, что он хочет. Это не будет, как считают некоторые противники христианства, просто царством бездействия. Я знаю многих атеистов, которые стали атеистами из-за одного понимания того, что в раю ожидает их бесконечное безделье. Я сам такого рая не хочу. Безделье надоедает нормальному человеку уже через несколько дней. Человек творец по своей природе. Именно в этом, как говорят отцы церкви, один из элементов образа Божия в человеке. Неужели после второго пришествия, неужели после воскресения в телах человек опять не станет творцом? Да нет, конечно же. А для этого опять же необходимо тело. Какое? Оно будет с одной стороны, как учит об этом, например, преподобный Максим Бесповедник, с одной стороны, совершенное, бесстрастное, не подчиняющееся нынешним материальным законам, а с другой стороны, наше, родное, не сферическое, не эфирное, как говорил об этом Ориген, облеченный за это в ересе. С одной стороны, это будут наши знакомые тела, а с другой стороны, не отягоченные болезнями, тяжестью, усталостью, голодом и так далее. Тогда и будет настоящее блаженство, творческое, радостное, которое возможно только в теле. Поэтому, как мы видим, христианство уделяет огромное значение телу. Поэтому, надеюсь, мы с вами убедились, насколько высокую роль играет тело в христианстве. Христианство отличается от любой другой религии прежде всего своим отношением к телу. Почему я так смело заявляю? А кто такой Христос? Это Бога-человек. Мы христиане, потому что мы веруем в Господа нашего Иисуса Христа и человека, и Бога, имеющего и тело, и душу человеческую, и через которого, веруя в которого, мы надеемся обрести жизнь вечную, вечную в том числе и в нашем теле. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Пока!